Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя, мы вспомним истории Священного Писания и, конечно же, будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу, и прочтем те, которые вы пришлете во время этого эфира. Предлагаю в самом начале попросить у Бога благословений. Давайте помолимся. Отче наш, Сущий на небесах, мы так Тебе признательны за жизнь, которую Ты подарил нам, нашим родным и близким. Мы очень благодарны Тебе за Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя. Мы благодарны Тебе за эту возможность сегодня вновь свидетельствовать о Твоей любви, о том, как Ты нас любишь, заботишься, и о том, что Ты слышишь молитвы человеческие, и Ты отвечаешь на нужды людские, Господи. Мы очень благодарны Тебе и просим, чтобы все, что будет в этом эфире сказано, чтобы все это было для Твоей славы. Еще раз благодарим Тебя за то, что Ты услышал и эту молитву, и славим Тебя, любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Друзья, мы в прямом эфире. А это значит, что прямо сейчас Вы можете написать Ваши молитвенные просьбы, а также слова благодарности нашему Богу внизу, здесь, под этим видео, в строке комментариев. Если Вам удобно, Вы можете выслать их текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы прочтем их в прямом эфире и передадим наши молитвенные группы. И еще, если Вы находитесь в округе Сакраменто или на ближайшей территории, и у Вас есть молитвенный опыт, которым Вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением как для нас, так и для тех, о ком мы молимся. И сейчас пришло время представить гостя нашей передачи Александра Ханчевского. Александр, здравствуй. Здравствуй, Светий. Слава Богу, я очень рад, что все-таки нам получилось с тобой встретиться здесь в эфире, в прямом эфире. Как-то все у нас не получалось, да? Как-то в жизни мы чаще встречаемся. Да, гораздо. Ну, это тоже неплохо. Да, Саш, мы-то с тобой знаем друг друга хорошо, но хотелось бы, чтобы гости узнали, те, которые не знают тебя, узнали тебя побольше, прежде чем ты расскажешь свой молитвенный опыт. Расскажи, пожалуйста, откуда ты родом и как давно здесь, в Сакраменто? Родом я из республики Беларусь, из города Гомеля. Вот, там прошло мое детство и юношество. Ну, а здесь в Сакраменто я уже почти 4,5 года. И это, можно сказать, уже скоро будет моя вторая родина. Вау. Кстати, в Беларуси, это сегодня день независимости Беларуси, да? Да, да, сегодня. Как ты отмечал? Ну, я вспомнил это. Вспомнил, да. Хорошо. Значит, здесь уже 4,5 года. Как? Уже освоился? Я думаю, что да. Мне комфортно в этой стране. Здесь комфортнее? Да. Здесь свободнее? Легче дышать, да? Дышать везде хорошо. Где чистый воздух. Где с Богом вместе. Да, аминь. Точно. Вот как раз переходим к этой теме. Как так получилось знакомство? Как произошло знакомство с Богом у тебя? Ну, в общем-то, семья моя, в которой я вырос, она была не очень-то религиозна. И, в общем, я рос, как обычный советский подросток. Я радовался тому, что живу в самой лучшей в мире стране, в которой все есть, и которая самая сильная, самая спортивная, самая образованная. Самая заботливая. Да, самая заботливая. Было все такое беззаботное и безоблачное. Но так случилось, что умер мой дедушка, это мамин папа. И вот после этого мама заинтересовалась прямо очень сильно вопросом, что происходит с человеком после смерти. И она меня и мою младшую сестру взяла и отвела в воскресную школу. И там мы впервые как-то стали уже так осознанно знакомиться с Библией, с какими-то библейскими концепциями. И можно сказать, что с того момента как-то и я стал больше задуматься. То есть вот там произошло знакомство с Богом? Наверное, такое осознанное, да. Хотя я помню, что еще там в четвертом классе у моего друга мы дома нашли старую Библию у бабушки на Старославянском. Но что мы там понимали? Полистали, картинки какие-то посмотрели. Может быть, какие-то моменты были, но так, чтобы прям сильно осознанно. Я думаю, что именно этот момент. До этого мы ходили с ребятами, я спортом занимался. Перед соревнованиями ставили свечки в церкви и украшивали Бога, чтобы мы победили. Но, наверное, уже что с каким-то учением таким осмысленным, что не просто там в моменты, когда тебе что-то нужно, ты приходишь. Это был вот тот опыт. Вот интересно, получается, мама тоже родилась в нерелигиозной семье, да? Она тоже не знала о Боге, да? Ну, может быть, она и знала, но как-то так, заботы житейские и жизнь. Может быть, у нее не доходили руки для того, чтобы нам, детям, об этом сильно рассказывать. Потому что жизнь была непростая. Вот у меня еще, кроме, есть две сестры. И родителям приходилось много работать, чтобы обеспечить нас. Я помню с своего детства, что я даже первый класс учился в деревню, в школе. Меня отправили, потому что мама после родов сестры приходила в себя. И нужно было как-то ей позаботиться. Она, значит, поменяла лучшую работу на то, чтобы пойти в детский сад устроиться, чтобы нас взяли в этот детский сад. Вот. И мы получили свое собственное жилье только когда я был уже практически в девятом классе. Восемь с половиной, наверное, девять. Вот, девятый класс. То есть до этого времени постоянно переезжали. Поэтому как-то вот так оно было. Ну, а в общем-то, как, каким образом произошло, что вот вы, мама и ты, вот пришли в церковь, в нашу церковь адвентистскую? Как? Ну, это, из этого можно отдельный опыт как-то рассказать. Я так коротко скажу, что мама, значит, в детском саду, где она была, работала одна женщина-заведующей. Вот. И она узнала, что будет ивановская программа. Приезжал Джон Дуги в Гомель, американец, проводить программу. И она вместе с ней пошла на эту программу. Мама послушала весь. Через время она еще ходила, ходила, приняла крещение. Ну, и понятно, когда мать принимает крещение, она начинает детям что-то рассказывать. Я помню постоянно, я уже был взрослый, мне уже было 18, 19, 20 лет, и она постоянно рассказывала, ну, приди, ну, посмотри, ну, там вот в нашей церкви. Вы знаете, я молодой, как бы, я учился, только в университет поступил. У меня там знакомые друзья, очень активный был там, был в Белорусской Республиканском Союзе молодежи. Там один из лидеров, мы организовали различные молодежные лагеря, какие-то молодежные встречи, дискотеки, там, все что угодно. Я, честно сказать, особо не слушал, ну, так как матери очень настойчивый, я это один раз для себя решил. Ну, давай я пойду схожу и посмотрю, что там за секта у тебя. Я со своей девушкой сходил, посмотрел, ну, и Бог сделал так, что через время я принял крещение. Но это отдельная история. Это отдельная история, да? Да, это отдельная история. Хорошо, как-нибудь в следующий раз тогда эту историю мы познакомимся, или зрителей познакомимся с этой историей. Хорошо, ну, вот ты закончил университет, 5 лет там учился, да? Вот, и я помню это время. Вот, что подвигло тебя пойти дальше учиться и получить уже теологическое образование? Хм, непростой вопрос. Как-то так получилось, что сразу после того, как я принял крещение, вот, я все очень серьезно это воспринял, как так искренне, наверное. Вот, и я начал задумываться, ну, вот, хорошо, отучусь, я получу, я диплом инженера. Ну, а что дальше? Я всякий раз, когда приходил в церковь, я смотрел, как пасторы проповедуют, а в моей общине было два служителя на тот момент. Вот, я смотрел, и я так про себя думал, господи, вот, я хочу, как они, вот, приходить и слово твое возвещать. И, естественно, прошло время, мне дали, немножечко обучили, дали возможность проповедовать местное общение, но я понимал, что не хватает знаний. Я услышал, что есть духовная академия в Заогском. А еще когда мне попались богословские журналы, которые издавались, там, пасторы добрые, вот, для пасторов журналы, и там, где были богословские статьи, глубокие, интересные, разбор текстов, то я просто в это влюбился, я, как бы, мечтал, просил. Вот, я благодарен Богу, что я там оказался. Не без труда, но это был мой опыт с Богом. И еще один. Да, да. Ну, получается, хотелось больше узнать о Боге, это первое, да, а второе, получается, ну, просто сказать так, я хотел стать пастором. Да, мне хотелось служить людям, я понял, что предназначение человека – это служение. И я увидел, что как-то вот и другие мне стали подсказывать, что у меня есть способности к этому, и Бог повел. Вот я сидел, я мечтал, я говорил, Господи, может быть, когда-нибудь я буду стоять за кафедрой и пропою это тебе. И Господь ответил. Он дал мне больше, чем я даже просил. Слава Богу, слава Богу. Ну, и последний вопрос. Ну, уже теологический, так сказать, как у теолога, хочу спросить. Вот. Что мешает людям, в общем-то, в нормальной, полноценной молитвенной жизни? То есть, что мешает людям организовать полноценную молитвенную жизнь? Ну, наверное, много факторов существует, у каждого они свои, особые. Но, на мой взгляд, очень важно быть честным. Честным с самим собой и честным с Богом. И когда ты честен, то твоя молитва совершенно другая. Вот. И твой опыт встречи с Богом, он другой. И это не зависит от того, когда у тебя в жизни все хорошо или в жизни все плохо. Просто иди честно к Богу. Снимай маску. Даже если ты перед делком или перед другими пытаешься как-то быть лучше, красивее, добрее, безгрешнее. Будь перед Богом таким, какой ты есть, честным. И тогда все изменится в твоей жизни, да? Все изменится, 100%. Хорошо, спасибо. Ну, а теперь, какой опыт ты приготовил на сегодняшнюю передачу? Ну, я хотел бы поделиться опытом, который буквально недавно у меня произошел. Это еще, скажем так, свежий, испеченный хлеб, который Господь подарил. Я ему очень благодарен за это. Как я уже сказал раньше, ты спросил у меня об этом, о моем детстве. Знаешь, моя собственная комната или наше собственное жилье у нас появилось, когда я уже был в середине восьмого класса и готовился, наверное, спустя время идти в девятый класс. И я все детство помню, как мы постоянно переезжали. Кроме моих этих переездов, смен районов, смен школ, значит, были еще и постоянно лагеря пионерские, куда я отправлялся летом. И вся моя жизнь это такое вот сплошное путешествие, сплошные переезды, какие-то путешествия. И когда я пришел в церковь на служение, я пришел сразу, закончил университет, женился и уехал учиться в Зоукскую академию. То есть у меня своего ничего не было, и спустя 13 лет пастырского служения у меня тоже ничего своего не было. Всю свою жизнь я жил в съемных квартирах, это были служительские дома. Слава Богу, церковь заботилась. И, в общем-то, мы с женой понимали, так что, ну, когда-нибудь выйдем на пенсию и... Что-то изменится. Да, что-то изменится. Каждому пастору какое-то небольшое жилье была возможность приобрести в небольшом населенном пункте. И мы понимали, что даст Бог, если доживем до пенсии, там 65-63, как смотря в какой стране это будет, то что-то купим себе небольшое, и у нас это будет. И, в общем-то, всегда мы жили такой надеждой, что дом будет у нас на небесах. Ну, а возможности были финансовые? Ну, если честно, то если бы были, то, может быть, у нас что-то появилось бы и на земле. Но так мы, в общем-то, наверное, из-за того, что и финансовых возможностей не было, и родственников не было богатых, и спонсоров за границей, то мы как-то так отдали это в руки Божьи и жили тем, что имели. По детской верой, да, жили что-то? Да, а уже когда мы переехали в эту страну, мы понимали, что, ну, надо как-то будет устраиваться, и понимали, что теперь уже не будет исполнения той мечты на пенсии, там, домик, потому что, в общем-то, уже мы были не на служении, и нужно было начинать все сначала. И мы задумывались, как, а где, а что, а чего. И я благодарен некоторым братьям, которые здесь в церкви. Вот, я помню, с Василием я русу разговаривал, он мне говорит, Саша, да ты не переживай, Бог вон все усмотрит. Ты приехал в эту страну, вот, трудись, и как-то придет время, Бог тебе даст. Я тогда, я помню, я его слушал, я просто не мог даже поверить. Думаю, Василий, ну, ты уже здесь живешь 25 лет. Тебе, конечно, хорошо говорить. А я вот только приехал, ну что, как не переживай, язык, работу найти хорошую, как-то здесь устроиться, себя найти даже. Да и цены здесь другие. Да, да. Были такие мысли, потому что у меня были такие мысли, там не было, здесь приехал, как узнал, какие цены, то, я думаю, наверное, и не будет. Да, но вот то семя, когда были такие мысли, и я понимал, что, ну, для меня это несбыточная мечта. Может быть, лет через 20, но когда мне уже будет 65, там, то что-то там вдруг оно появится. Но это было такое все облачное, такое все расплывчатое. Вот. Ну, он так сказал как-то в простоте своей, знаешь, ну, у него опыта уже побольше. И где-то там внутри у меня что-то запало. Вот эта семечка такая. Я так иногда ходил, гулял, смотрели, мы всегда по улочкам здесь гуляем, вот, смотрим вокруг, и такая мысль, думаю, господи, слушай, а может быть и правильно Василий сказал, может, ты как-то и у нас когда-то такое что-то будет. Ну, я говорю, жена, давай мы не будем сильно мечтать, чтобы не разочаровываться. Вот. И вот буквально в декабре месяце прошлого года, вот, значит, наверное, даже в январе будет правильно сказать, в январе, в январе месяце прошлого года я встречаюсь в субботу с нашим братом церкви, вот, Игорем Канюсом. И он подходит, обнимает меня, все, там, привет, как дела, нормально, все. Говорит, слушай, ты знаешь, что сейчас большие скидки идут на новые дома? Я говорю, ну, ладно, хорошо. Он говорит, да вот, вот там, кто до Нового года ходил, когда были рождественские распродажи, там по 150 тысяч сбрасывали. Я говорю, ну, хорошо, говорю, Игорь, ну, видишь, как бы меня это не касается, потому что мне один лоун-офицер сказал, что нужно два года проработать в одной организации, и только после этого можно претендовать на кредит. То есть банк тогда будет доверять, да? Да, только тогда будет банк доверять. Я так его послушал, он говорит, да слушай, не переживай, у меня есть люди, которые могут помочь, они знают, то есть, как бы, у каждого лоун-офицера, у них есть свои банки, с которыми сотрудничать, ты попробуй. Он мне сказал, я ушел домой как-то так, молюсь, думаю, странно, господи. Ну, вроде же, как бы, я уже поузнавал, мне нужно дождать два года. А мне нужно ждать еще два года, чтобы было это мая-июнь, то есть еще, а это январь, ну, куда ждать? Ну, в общем-то, как бы так, я решил, помолился, помолился, как-то внутри нет покоя какого-то. Думаю, ну, ладно, поеду-ка я посмотрю. Я посмотрел, значит, целую неделю ездил по разным местам, высматривал, смотрел что-то там. Ну, и, конечно же, все спрашивают, а есть ли у вас предварительное одобрение банка? И тогда Игорь, я очень ему благодарен за это, он поделился телефонами, он очень много разных советов дал, он прям самой ходил к некоторым, значит, продавцам, вот, чтобы мы могли вместе там посмотреть и поторговаться. Он мне дал телефоны, значит, одной лоун-офицера, и она ввела наши все данные, сказала, да, у вас все хорошо, супруга, вы работаете, все, налоги платите, вот, значит, вы можете получить кредит необходимый. То есть, получается, данные какие же? Надо, чтобы, важно было, что ты работаешь и люди работают. Да, надо, важно было, для нашей семьи было важно, чтобы мы оба работали, и чтобы мы оба хорошо платили налоги, то есть, никаких там моментов, чтобы не было, чтобы получить необходимую сумму, чтобы дохода было достаточно на тот дом, который мы рассмотрели. Вот, и мы много пересмотрели за неделю, и, честно сказать, сердце ни к одному не лежало. То были очень большие сцены, то было очень далеко куда-то ехать. И нам понравился один дом, нам понравился, мы его посмотрели и как-то стали молиться, вот, получится у нас, не получится. Действительно, я вот сейчас вот вспоминаю, вот, ты сказал, что лон-офицер сказала, что у вас может получиться, но еще же два года не закончилось, что-то там произошло, или у нее какие-то другие были данные? Нет, она сказала, что так как вы работаете на WT-форме, это такая специальная форма здесь в Америке, вот, то вам достаточно уже ваших вот эти полтора, год и шесть, то есть, никаких вопросов не будет у банка. Вот, она сделала запрос в этот банк, и банк одобрил. Вот, и я помню, что это была пятница, вот, и мы пошли встречаться уже с продавцом. Мы, значит, на тот момент, так еще интересно оказалось, что именно на новые дома, которые только построены, цены были занижены, давали они какие-то скидки. И я пошел к этому продавцу, агенту, значит, мы с ним встретились, посмотрели тот дом, который мы хотим, он говорит, садитесь, все, давайте будем оформлять документы. Вы представляете, что у человека, у которого никогда не было своей недвижимости, вот, никогда не было ни дома, ни квартиры, я очень много покупал и домов, и квартир, для церкви, вот, но это был мой первый опыт, личный мой. И я помню, с каким трепетом мы сидели там все, мы хотели все вникнуть в каждую бумажку, в каждое слово, в каждую запятую, чтобы там все было понятно, чтобы нас никто не обманул. Ну, мы думали, что тут так, как в других странах делают. На самом деле никто даже не пытался обмануть нам все, подробно рассказали, какие проценты будут, какие кредиты, сколько лет, вот, но не это самое интересное. Значит, Игорь мне говорил, слушай, сейчас дают скидки, ты попробуй попросить у них скидку. Но давали скидки в декабре, а я уже пошел в районе 21 января. Да, в конце января. То есть, я уже понимал, что уже рынок проснулся, движение пошло, и, наверное, никаких скидок нет. Поэтому я помолился, вы знаете, я не умею просить для себя. Я так скромно говорю, а сдавут этого торгового агента, значит, или продавца, Марк. Марк его, американец. Я говорю, Марк, ну, если бы можно было бы хотя бы 20-30 тысяч, сделайте нам скидку, мы будем очень благодарны. Я помолился, сказал ему, хорошо, Александр, не переживайте, я напишу своему менеджеру и вам дам ответ. Ну, и каково было мое удивление, когда, значит, он написал менеджер, на следующий день мне звонит, Алекс, ты знаешь, хорошая новость для тебя, значит, мы даем вам, значит, 67 тысяч скидку, плюс еще даем 19 тысяч сверху на закрытие этой сделки, если вы будете работать с нашим банком. И это был для меня такой первый момент, первый опыт, когда я почувствовал, слушай, ну вот я по своей скромности, ну попросил 20-30, а тут Господь мне сразу говорит, вот тебе 67, плюс еще, пожалуйста, тебе 19. Это как бы так первый такой момент. Больше 80 получается, 86 тысяч получается. Второй момент, который тоже был очень важен, что нам понравился дом, нам очень понравился, и нас не смущало, что как бы это еще, как бы его только заложили, начали строить, нужно было ждать 3 месяца, вот нам дом этот понравился, и мы молились, переживали, ну и пришли же подписывать эти документы, это пятница, начали мы все исследовать, готовиться, и ты представляешь, как происходит, вот он пока нам все это рассказывал, это заняло довольно-таки долго времени, я на часы посмотрю, смотрю уже вот. А это же январь месяц, темнее транс. Да, солнце заходит рано, понимаете, и я смотрю, он говорит, да вы не переживайте, я и до 6 останусь там, и до полшестого, если нужно, а я-то в голове понимаю, что я раз за окошко на часик ропа, солнышко-то уже скоро заходит. И подходим к тому моменту, говорит, хорошо, сейчас я вам эти документы распечатаю, вы должны их подписать и перевести за даток 5 тысяч долларов, тогда что этот дом закрепляется за вами, и мы уже больше никого не ставим в очередь, никому не даем. И вот ты представь себе, я уже как бы в церкви почти 20 лет, ну я знаю, что такое суббота, я знаю, что такое доверие Богу. И это вот первый дом, который у меня есть, может быть, первое мое жилье, и вроде все складывается, вот тебе скидку, вот тебе банк что-то дает. Но подписать надо уже тогда, когда заходит солнце. Но подписать придется, когда уже суббота. Я так глаза закрыл, мысленно про себя помолился, и говорю ему, Марк, вы знаете, вы извините меня, пожалуйста, мы очень хотим к жене этот дом, но посмотрите, вот видите, уже солнышко скоро заходит, мы не можем сегодня это сделать. Для нас очень важно сохранять субботу. И я так замер, так сердце у меня жало, думаю, ну что? Он так вот выдержал паузу. Александр, а почему вот вы сохраняете субботу? Что это? Почему? Как это? Из-за чего? Я говорю, ну вы знаете, мы как бы, вот мы посещаем церковь, все англитисы седьмого дня, это вот Божья заповедь, это наш принцип. И для нас это очень важно. Мы всю свою жизнь уже, когда приняли Христа, мы следовали этому принципу, и нам очень не хочется переступать через этот принцип. Он так чуть-чуть помолчал. Напрягся, может быть. Да, потому что он мне перед этим сказал, почему нужно подписывать быстрее, потому что очередь уже образовалась. Он говорит, вы понимаете, что люди приходят каждый день, ажиотаж есть, и все хотят быстрее взять, и поэтому у вас не так уж много времени решить. Я говорю, Марк, послушайте, я вам обещаю, вот я сейчас не подпишу, я должен соблюдать субботу, это важно для меня. Я хочу остаться верным моему Господу. Я буду молиться всю субботу, и за себя, и за вас, и за тех людей, которые, может быть, хотят в очереди. И вот обещаю, в субботу вечером зайдет солнце, я включу свой планшет, компьютер, все ваши документы начну подписывать, и где-то там, значит, через час, через полчаса после захода солнца, уже на банковском счету я сделаю перевод этих пяти тысяч. Может быть, у зрителей появится вопрос, да, что там вы уже решали, уже документы, но вот те документы, которые подписывать, эти документы приходят по интернету. Поэтому на месте там нельзя было подписать, а это надо было позже. Он предлагал их распечатать, да, и можно было подписать. Либо же там у него в компьютере, ну, представляешь, это нам нужно с женой обоим подписывать, это очень долго. И потом они нам в субботу вечером их прислали на электронную почту отдельно, комплект там, там страниц на 400, а для моей жены и для меня отдельно. И каждый из нас должен был отдельно подписывать эти документы. Ну, в общем-то, он послушал меня и говорит, хорошо, давайте так и сделаем. Раз это для вас очень важно, он улыбнулся так, я подожду вас до субботы вечера. И это, конечно, для меня было, вот честно, я шел, я так благодарен Богу, что была эта суббота, я пришел в церковь, я мог еще, еще раз для меня была важна эта пауза, я мог помолиться. Потому что когда ты первый раз в жизни что-то покупаешь для себя такое большое, важно понять, все-таки это, ну, действительно, Бог тебя ведет. Когда вроде уже все сложилось со всех сторон, ну, пожалуйста, и даже с субботы они не уступили, дали возможность, чтобы я мог подождать. Я молился, я увидел, что Бог меня ведет. Прошла суббота, я спокойненько открыл, со спокойной совестью открыл здесь мои свои компьютеры, заполнили все эти документы, отправили все это и стали ждать. Проходит две недели. Две недели ждали? Две недели, да. И банк нам отказывает. Банк, который был в строительной компании, вот этой Ленар, он нам отказывает. И мы понимаем, что раз банк отказал, то те 19 тысяч, которые они обещали скидку, они были только на условии, что их банк будет кредитовать нас. И я так снова помолился, говорю, Господи, ты знаешь, что у нас, а это нужно со своего кармана, это достать 19 тысяч и вложить в эту сделку. Ты знаешь, что у нас нет этих денег. Мы мечтали об этом доме. Мы хотели, чтобы он служил тебе, чтобы он приносил пользу твоему делу, чтобы как-то мы могли приглашать людей, молодежь собирать у себя. Я помолился, звоню Марку, говорю, Марк, я понимаю, что был договор такой, в сделке так прописано. Там было написано точно. Но вы понимаете, что ваш банк мне не дал. Вы можете спросить у своего менеджера, может быть, они сохранят эту скидку. А что ты думаешь? Он позвонил менеджеру, и через полчаса мне перезвонил, и говорит, да, Алекс, ты знаешь, вообще это удивительно. Они согласились тебе оставить, только вместо 19 они уберут 4, оставят 15. И они нам оставили еще 15 тысяч. И после этого уже прошло время, мы завершили всю сделку, 3 месяца прошло, и мы переехали в свой дом. Вот это для меня был такой чудесный опыт, такое великое благословение, которое Господь послал. Я очень благодарен ему, что он помог сохранить ему и верность, взять паузу, чтобы еще раз помолиться, переосмыслить все. И он показал уже тем, что оставили хотя бы даже эти 15 тысяч, тем, что он одобрит, он одабривает. Это вот такой у меня опыт был. Нашей семье даже опыт. Это не мой. Это, конечно, чудесный опыт. У меня еще вопрос. Вот когда там вы сидели, когда нужно было решать вопрос, подписывать, не подписывать, заход солнца, все это сейчас затянется. Ну, честно. Мысли приходили такие, ну, что тут такого? Ну, я же как бы с кармана деньги не достаю. Это всего лишь документы. Ну, как бы, ну да, принцип, суббота. Ну, это ж, ну так. Были такие вот мысли, такие вот, ну, нехорошенькие. Ну, конечно, мысли прибежали. Понимаешь, они тут же прибежали. Думаешь, ну ладно, ну что ты, ну задерживайся на полчасика, минут на 40. Ну, ничего страшного, подпишешь, и все будет. То есть, дьявол свою работу делал. У тебя же никогда не было ничего. Вот, наконец-то, вот ты смотри, это уже тебе дают скидку, какую большую. Это точно же Бог тебя ведет. Да, и Богу хочется, чтобы я был счастливый, довольный. Он, наконец-то, хочет, чтобы у меня был дом. Вот такие вот мысли все-таки были. Да, мысли были. И я, в общем-то, для этого, и как бы чуть-чуть, пока он там жене моей что-то объяснял, я прикрыл свои глаза, так внутри себя говорю, Господи, пожалуйста, я все-таки хочу сделать выбор пользы у тебя. Даже если тот дома у нас не будет, если как бы он уйдет к другому, я все-таки хочу остаться тебе верным, потому что я знаю, что ты благословишь больше. И это уже не первый мой опыт, когда я знаю, что если ты пойдешь, скажем так, сделаешь сторону Божью, Бог всегда благословит так, что ты даже себе не представляешь. Да, и аминь. Это произошло. И Бог благословил как вашу семью, так и благословил и других. И я уверен, Он благословит сейчас тем, что зрители наши услышат этот опыт и скажут все-таки принципы Божьи. Сам Бог должен стоять на первом месте. Какая бы большая мечта не была. Да, спасибо большое, Саша. Друзья, наверняка каждый из вас замечал, что у Бога часы идут частенько не так, как хотелось бы. Читая Библию, может показаться, что Он, Бог, иногда поздновато реагирует на проблему. О чем я? Ну вот, например, Саул, первый царь израильский, ждал прихода Самуила семь дней, но Самуил не приходил. А положение израильской, так сказать, армии было крайне тяжелым. Воины стали разбегаться, не дождавшись благословения от Бога через пророка Самуила. Думаете, Саул не молился? Думаете, у него не было доброго желания помочь своей стране сохранить свободу? Но почему происходит задержка? Ведь Бог-то сам тоже заботится о своем народе. Кто-то скажет, так это Самуил чисто по-человечески задержался. Причем тут Бог? Может и так. Только Бог, чтобы не нарушить свои планы, мог даже перенести Самуила, как, например, Филиппа к Эфиоплянину. Однако, вы заметили? Только Саул приступил к божественному принципу, переступил через этот принцип и принес жертву, тут же появляется Самуил. «Что ты наделал?» сказал Самуил Саулу. «Ты же знал, что ты не должен приносить жертву. Это принцип Божий». Саул оправдывается, ссылаясь на добрые намерения, говоря о высоких материях. Но обратите внимание на слова Самуила. Я прочту. Это записано в 13 главе Первой книги Царств. Самуил сказал Саулу. «Ты поступил безумно, не исполнив повеления Господа, твоего Бога, которое Он дал тебе. Ныне Господь навсегда мог утвердить твое царствование в Израиле, но теперь не устоит твое царство». Обратили внимание, Бог мог навсегда утвердить царство, если бы. Что это было? Испытание? Давайте вспомним другую историю. Трех еврейских юношей и золотого истукана Наполе Диир. В отличие от Саула, эти юноши решили твердо придерживаться божественных принципов. И помните, что они сказали Навуходоносору? «Если нашему Богу, которому мы служим, будет угодно спасти нас из пылающей печи и из твоих рук, о царь, он спасет нас. Если же нет, да будет тебе известно, царь, что служить твоим Богам мы все равно не станем, и золотому идолу, которого ты поставил, не поклонимся». Думаете, эти юноши не молились в тот момент? Думаете, им в головы не лезли разные грязные мысли? И вот, их тянут к огненной печи, а Бог не вмешивается. Их забрасывают в печь, а Богу как будто бы все равно. И дальше мы читаем, что это? Оказывается, в печи юноши живы, и с ними находится Сын Божий. Что это было? Бог где-то задержался? Или Иисусу просто захотелось постоять с юношами в огненной печи? А может, и это было испытанием веры? Испытание веры. Хотя я знаю людей, которые в молитвах просили Бога испытать их, ну, прямо как псалмопеец Давид, например, в 25-м или в 138-м псалме. Но, если честно, я замечаю, что большей части верующих хочется проходить испытания, так сказать, заочно. И знаете, я заметил, как бы нам не хотелось, как бы мы не просили, но испытания неизбежны в нашей жизни. Мы переживаем их каждый день. Да, в мелочах, но это тоже испытания. И разве не из мелочей состоит наша жизнь? Не думаю, что покупка дома есть мелочь. Уверен, что этому моменту в жизни нашего гостя Александра предшествовало много, так сказать, мелочей, и не только. Именно это помогло в испытании быть верным божественным принципам. Конечно, Александру предстоит еще пережить много испытаний. только в его жизни уже есть радостные опыты побед. И это преддаст ему силы. А знаете, что мне нравится, друзья, в испытаниях? Первое. Присутствие Бога, пусть и, так сказать, со своими часами, со своим временем. Второе. Готовность Бога дать силы для победы. И третье. это самое прекрасное. Радость от победы. Да, совсем забыл. Мне нравится в испытаниях и то, что если по какой-то причине ты окажешься побежденным, Господь даст возможность начать сначала, сделать круг для победы с Ним. Так может, стоит каждый день молиться о силе Святого Духа и о жажде к победе. Даже в мелочах. А вы что об этом думаете? Ну, а сейчас я хочу попросить Александра, нашего гостя, совершить молитву. Саша, пожалуйста, помолись вот о тех молитвенных просьбах. Ты знаешь их всех. И вот Людмила просит за свою маму. И помолись, пожалуйста, о том, чтобы мы, христиане, были внимательны к мелочам. И чтобы вот как-то, чтобы мы имели желание побеждать в мелочах. Чтобы мы имели силу Святого Духа сопротивляться всем искушениям. Чтобы мы были верными Ему. Мы же знаем, Бог верных своих благословляет. И в этом сегодняшний пример твоего опыта молитвенного. Помолись, пожалуйста, за всех нас и о всех просьбах молитвенных. С удовольствием. Дорогой, любящий небесный отец, как приятно, волнительно и трепетно приходить вновь перед твое лицо. Приходить, Господи, с радостью, с чистым сердцем, зная, что ты не изгонишь никогда вон, что ты любишь, что ты обнимаешь, что ты заботишься и прощаешь. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что имею возможность сегодня здесь свидетельствовать о Тебе, о Твоей силе, Господи, о Твоей любви, о Твоей верности. Я очень благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты провел меня через эту ситуацию и еще раз показал, насколько важно для Тебя, чтобы мы следовали Твоим просьбам, Твоим законам и установлениям. И как бы дьявол не говорил, что мелочи не важны, да ничего страшного, закрой глаза, сделай то или другое. Бог не заметит, Он простит, Он не обидится. Господи, я благодарен Тебе за то, что Ты учишь нас быть верными в малом. Нам так хочется научиться этому. Каждый день нашей жизни быть верным Тебе в малых наших, наших делах, наших мыслях, наших поступках, чтобы однажды, когда небеса развернутся, и Ты придешь за нами вновь, Ты сказал нам, верный и добрый раб, в малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю. Войди в радость Господина Твоего. Это будет самая лучшая награда для нас, Господи, войти в Царствие Твое и жить рядом с Тобою. Здесь мы на земле, Господи, мы нуждаемся в том, чтобы рука Твоя продолжала вести нас и заботиться о нас. Ты слышал эти просьбы, Ты знаешь, как много их было написано сегодня перед началом эфира, Господи, как много среди нас тех, кто нуждается, чтобы Ты был рядом в болезни, Господи, в решении жизненных обстоятельств, в переездах. Господи, я прошу Тебя, Ты слышишь и знаешь каждому, в чем он нуждается. Ответь по воле Твоей, Господи, по желанию сердца. Благослови до избытка, так как Ты можешь благословлять, чтобы в этих молитвах, в этих ответах не нам была честь и хвала, но Тебе. И Твое имя было прославлено и возвеличено, ибо Ты один достоин, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Большое спасибо, Саша, и за молитву, и за тот опыт. Потому что вот этот опыт, он вдохновляет, я уверен, всех, кто приехал сюда и не так давно здесь находится и посещает кого мысли, что это недостижимая цель. Ты показал. Я сидел, думал, думаю, надо еще одну важную мысль подчеркнуть, что не забывать или не стесняться просить совета у братьев. Если бы я, скажем так, не спрашивал силу этих братьев, если бы я не слышал то, что они мне говорят, этот опыт мог бы не состояться. Поэтому я думаю, что всем, кто приезжает, нужно не стесняться подходить, спрашивать, расспрашивать, вникать. Братья всегда открыты. Я очень благодарен, что в нашей церкви есть такие братья, которые подскажут, помогут. И этот опыт, это отчасти и их опыт, а не только мой. Да, тем более, что культуры наши разные в той стране и в этой стране. И братья, да, они подсказывают, как нужно жить в этой культуре, чтобы Бог благословлял. Слава Богу. Спасибо большое. Слава Богу. Пусть Господь благословит и тебя в пастырском служении, твою семью, детей твоих. Благословение тебе. Спасибо. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Богу и каждому из вас за то время, которое мы провели вместе и за ваши молитвы, которые вы будете совершать и дальше, и по просьбам, и о нашей команде, о нашем служении. И еще раз хочу напомнить, если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Это была передача «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером в 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь вас хранит и благословит так, как может делать только Он. Всего вам доброго.